Для школьника, желающего на каникулах самостоятельно заработать на карманные расходы, новый компьютер или другую желанную, но дорогую покупку, выбор места работы достаточно невелик. Чаще всего ребята устраиваются курьерами или промоутерами по знакомству или по объявлению, без заключения трудового договора. В таких случаях всегда есть риск, что юного работника обманут и как минимум не заплатят. Специалисты рекомендуют школьникам от 14 лет и старше устраиваться на работу через Центр занятости населения. Ребенку нужно обратиться в Центр занятости по месту жительства в связи с тем, что с условиями, которые мы сегодня имеем в период пандемии, для этого необходимо позвонить в свой Центр занятости. Все телефоны, телефоны горячих линий расположены на интерактивном портале службы занятости населения Волгоградской области. Созвониться со специалистом, его запишут на прием, он придет с документами, его поставят на регистрационный учет в целях поиска работы и выдадут направление на работу. В этом случае все происходит по закону. С несовершеннолетним сотрудником заключают договор, оформляют трудовую книжку и начисляют на карту заработную плату. Кроме того, ребенок получает финансовую поддержку и средства областного бюджета. В последние годы программа трудоустройства школьников набирает популярность. Вот в этом году у нас очень активно школьники обращаются в Центр занятости за содействием трудоустройства. В течение июня очень много обратилось детей, и вот на сегодняшний день трудоустроены Центрами занятости уже порядка двух тысяч человек. В основном это организации по благоустройству. Есть у нас договоры между Центрами занятости с крупными предприятиями, с такими, например, как Корпорация «Красная Октябрь». Положение Трудового кодекса, касающееся несовершеннолетних работников, предельно конкретно. Ребятам разрешен только легкий труд, не причиняющий вреда здоровью. 14-летние могут работать по 4 часа в день. Ребята, которым уже исполнилось 15, 5 часов. А 7-часовая смена разрешена только подросткам от 16 лет. Так на предприятии «Красный Октябрь» школьники следят за зелеными насаждениями, успевая за 4 часа значительно помочь персоналу. В данный момент у нас занято на территории предприятия 20 человек. Работу они выполняют в основном по благоустройству. Убирают территорию, прополывают траву у нас, подметают. С 8 до 12 у них рабочий день, по 4 часа в день они работают. У них есть перерыв, они сидят в прохладном помещении, холодная вода у нас, все для них предусмотрено, спецодежда. Детки очень все хорошие, все трудолюбивые, то есть замечательно. Ребята работают здесь уже несколько недель. Признаются, во время каникул это гораздо лучше, чем просто сидеть дома. Летом проводить время здесь мне больше нравится на природе, чем дома. И к тому же деньги все-таки. Само трудоустройство буквально за один день. За это я собирала за две недели документы, разрешение, все то, что нужно для трудоустройства. А для многих работа на каникулах – это хорошая возможность приобрести новый опыт и пообщаться со сверстниками. Это, во-первых, опыт для более… ну, как бы, путь в жизнь дальше. Это, я думаю, мне пригодится. Ну, нравится вообще. Мне мама предложила, а я захотела, еще я в том году хотела, просто чем-то заниматься для себя, чтобы не сидеть дома, а хотя бы помогать. Мама сказала то, что ты можешь подработать, можешь что-то себе приобрести новое, какой-то новый опыт, также стаж работы. Убираться, подметать. Я люблю сильную работу, ну, то есть нагрузки. И поэтому я решил, согласился. Для трудоустройства ребята должны предоставить паспорт, СНИЛС и справку о состоянии здоровья. Для 14-летних школьников обязательно письменное согласие родителей и органов опеки. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал Волгоград-1.